После операции прошло всего шесть дней. А Дмитрий уже даже играет в любимые игрушки. До этого он два года находился под наблюдением врачей. Не ходил в детский сад, не мог заниматься спортом, сидел на строгой диете. У мальчика врожденное заболевание. Именно оно стало причиной цирроза печени. Без операции обойтись было нельзя. Сейчас мама и сын чувствуют себя хорошо. Семилетнего Дмитрия ждет реабилитация и программа подготовки к школе. В сентябре он идет в первый класс. Как твое самочувствие? Хорошо, но может бывает, злот болит. Волновались, естественно. С Димой проводились беседы, что будет тяжело, больно. Но мы были к этому готовы. Сейчас уже все замечательно у нас. Ходим, кушаем все. Ограничений в принципе никаких нет. Все хорошо у нас. Благодарны безумно докторам. Огромная славная бригада. Вмешательство проводили в двух операционных Иркутской областной клинической больницы. Параллельно у донора и ребенка. У мамы начали чуть раньше. У нее забрали примерно 40% печени. После этого у ребенка целиком удалили пораженный орган и сшили все сосуды и артерии, чтобы восстановился кровоток. Пересадка печени сложная процедура. От хирурга требуется ювелирная точность. Сложность ростной трансплантации, прежде всего, это колоссальная ответственность перед здоровьем донора. Донор – это абсолютно здоровый человек. И ту операцию, которую мы выполняем донору, а именно удаление фрагмента печени, это не оздоравливающая операция. Это операция, которая приносит относительный вред донору. Трансплантация органов для взрослых в регионе уже не кажется удивительной. А вот для ребенка в Иркутске проводят впервые. Хирурги из трех клиник Московского центра Шумакова, Иркутской областной и Ивана Монтренецкой детской больницы работали в операционной около 9 часов. Эта операция примечательна тем, что в этот раз рецепиентом является ребенок. Это очень… Я не могу сказать, что это операция, которая в какие-то в разы сложнее, да, но есть целый ряд нюансов. И они могут иметь достаточно критическое значение. Детская бригада пошла курс обучения вместе с взрослыми хирургами. Мы эту операцию планировали. И сегодня происходит это чудо. Вот. Это первое. Что касается количества пациентов, которые нуждаются, детей в трансплантации печени, Главная задача заключается в том, чтобы здесь, на месте, не уезжая из региона, все это могли здесь осуществлять. Я думаю, что в течение времени здесь возникнет точка на карте России, где можно будет получать всю объемную помощь детям. Детские программы по трансплантации есть всего в трех регионах страны. Перед Иркутской областью стоит важная задача – полностью обеспечить потребность жителей в детской трансплантационной помощи, не выезжая за ее пределы. Юлия Бархатова, Артур Рощупкин, Иван Прокудин. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова